Тимур, сравни Дота 2 и Лол! Сравни Доту! Тимур, сделай сравнение Дота и Варкрафт! Лига Флэйдженс или Дота? Тимур, ну сравни! Сравни Доту! Я не знаю, во что мне поиграть в Доту или в Лол! Что лучше? Дота, ключи, сундуки, шапки! Примерно вот так для меня выглядят все просьбы о том, чтобы сравнить Доту и Лига Флэдженс. И я сразу хочу расстроить всех фанатов второй игры, потому что Доту я буду сравнивать только с Heroes of the Storm. Обе этих игры относятся к жанру моба, мультиплеер, онлайн, батл, арен. Heroes of the Storm или коротко? HOTS это игра в жанре моба от Blizzard, компании, которая подарила нам Warcraft 3, где впервые в пользовательских картах была создана обычная пользовательская карта с названием Дота, которая через несколько лет превратилась в самостоятельную игру и стала одной из самых популярных игр в мире. Действительно, одна из самых популярных игр в нашего времени называется именно Дота 2, потому что Дота 1 это и что иное, как обычная пользовательская карта в Warcraft 3. 3. Основные персонажи. Дота это, кстати, аббревиатура, которая дословно поясняет суть игры. Защита древней. Defense of the Ancient. Дота 2 не имеет никакого отношения к вселенной Blizzard, и от оригинальной версии остались разве что названия героев и предметов. В HOTS мы можем играть за реальных героев из вселенной Warcraft, Starcraft и Diablo, а это значит, что у героев есть своя предыстория, которая рассказывается не только в играх Blizzard, но даже в книгах написано. Персонажи Доты были созданы просто так, от балды. У каждого героя есть коротенькое описание, но никак не история. Это я все к тому, что людям, которым не важен сюжет, скорее всего, выберут Доту, потому что там больше героев и она тупо популярнее, несмотря на то, что все герои HOTS это ключевые персонажи вселенной Blizzard с очень богатой историей. Но еще одним преимуществом для любителей бессмысленного рубилова будет то, что в Доте сразу доступны уже все герои, можно играть за кого угодно, а вход с каждого героя придется покупать отдельно, либо за игровую валюту, либо за реальную. Теперь пару слов о внутреннем игровом магазине. Самым моим нелюбимым местом в Доте является магазин, где можно купить всевозможную одежду для персонажей, игровые предметы и прочие вещи, которые не влияют на баланс. При этом купить их можно только за реальные игры. Магазин надоел уже настолько, что появляется даже внутри игры в виде рекламного баннера. Магазин в HOTS более лояльный, потому что вещи можно приобрести не только за реальные деньги, но и за игровую валюту. То есть, если ты хочешь ездить на красной лошадке, то накопи игровой валюты и покупай, а если не хочешь ждать, то купи за наличные. В Доте все вещи покупаются только за наличные. Игровая механика В Доте игровые режимы отличаются лишь способом выбора героя, но суть игры всегда сводится к одному. 10 минут ты стоишь на лайне, потом покупаешь магические предметы, потом возвращаешься на лайн, и потом, если у тебя вдруг оказывается нормальная команда, то идешь и убиваешь древнего. Игра в среднем длится 30-40 минут, 10 из которых входят на разогрев и начальную прокачку персонажа, при этом со стандартным набором способностей. Теперь давайте заглянем в ход. Во-первых, цель игры зависит от выбранной карты и описана на загрузочном экране. Например, на этой карте нужно не только качаться на лайне и убивать древнего, но и взаимодействовать с картой. И если все сделано правильно, то можно поиграть за такого вот гиганта, который непременно увеличивает шансы на победу. Или вот еще один режим, где помимо обычной мясорубки нужно захватывать артефакты, и в случае собрать три таких артефакта, то шансы на победу возрастают в 3-4 раза. Проще говоря, в ходе все зависит не от прямоты рук ваших товарищей, а от того, насколько активно вы взаимодействуете с картой. Долго на лайне стоять не придется, потому что бой в среднем длится 15-20 минут, и вам попросту некогда стоять и прокачивать способности. Постоянно придется куда-то бегать и выбивать максимум пользы от взаимодействия с картой, интерфейс и способности. Давайте найдем сходство с дотой. Фонтан, три лайна, пять героев, способности, башни, ну и конечно же древний. Теперь отличия. Лайнов не всегда три. Их количество зависит от типа карты, при этом играете либо 5 на 5, либо 3 на 3. Но так как герой выбирается в начале, то вражеской команде может оказаться такой же герой, как и у вас. При этом обладать он может совершенно другими способностями. Вы сами формируете список способностей по мере прокачки персонажа, что позволяет вам придумывать миллионы тактик, отталкиваясь от ваших способностей. Игра за счет этого становится интересней, потому что не всегда можешь угадать, какая именно ульта у вражеского персонажа. Доти у нас всегда один и тот же набор способностей, одни и те же предметы, одна и та же карта, один и тот же Рошан. Одними словами, скука. Ну а так игровой интерфейс в целом схожий, стоит лишь разница, что в видимой области больше в Ходсе из-за меньшего числа панелек. Пару слов о комьюнити. Ничего так не портит игру, как ее фанаты. К сожалению, комьюнити дота ничего кроме отвращения у меня не вызывает. Ни одна игра не обходится без того, чтобы не упомянуть чьих-нибудь родителей или высказывания о том, как сильно вы любите того или иного игрока. В Ходсе же вы можете переписываться только с членами своей команды и на самом деле это здорово. Надеюсь, что общего чата в игре так и не появится. Иначе все комьюнити из доты придет сюда и испортит его. Можно было бы продолжать и дальше, но зачем? Ходс находится на стадии альфа-тестирования и уже во много раз интереснее и динамичнее, чем дота 2. Проще говоря, если выбирать из двух этих мобов, то я выбираю именно Ходс. Тем преимуществам, которые я уже перечислил, стоит добавить то, что в Ходсе можно ездить на транспорте, бесконечно телепортироваться на базу и менять не только костюм своего персонажа, но еще и его цвет. Надеюсь, у вас теперь не останется вопросов, какая моба самая лучшая и почему на этой стене в следующем выпуске будет висеть именно логотип Heroes of the Storm. Ну а если у вас остались вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал на ютубе и вступать в группы в социальных сетях. Меня зовут Тимур и вы смотрели шоу-сравнение. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok